Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами на портале экзегет.ру. Сейчас мы с вами поговорим про одну из неканонических вставок, дополнений в канонические книги. Как вы знаете, в православных изданиях Библии, и не только, кстати, в православных, но еще и в католических, есть дополнительные книги, которых нету в протестантских изданиях Библии. Эти книги в православной традиции называются неканонические. У нас их 11 книг, и они известны. Но кроме этих 11 книг, есть так называемые неканонические дополнения, которые находятся в канонических книгах. Это, например, дополнения, которые находятся во второй книге про Липомена, есть дополнения книги Эсфирь, есть дополнения книги Илва, есть дополнения в Псалтире. А сегодня мы с вами поговорим про одно из дополнений, которые находятся в книге пророка Даниила. В книге пророка Даниила находятся вообще три дополнения. И, наверное, это самые объемные дополнения, которые есть в Библии. Первое дополнение — это молитва Азария и песня трех отраков, которая находится в третьей главе. Это история Сусаны, 13 глава, и история Вилла и Дракона в 14 главе. И вот сейчас мы с вами поговорим о дополнении, которое у нас в третьей главе. Давайте вспомним, что там описывается в третьей главе. Значит, царь Нолхудоносор издает указ, что все должны поклоняться идолу, который находится на поле Дейгер. Должны заиграть музыкальные инструменты, все должны пасть и поклониться этому идолу. Значит, народ собирается, звучит музыка, все падают. Остается стоять только три человека. Это три отрака, которые были уведены во время захвата Иерусалима. Их сделали придворными, обучали. И предполагалось, что они потом превратятся в таких управляющих для еврейского народа. Вот, они отказываются. Им дается возможность исправиться, то есть все-таки поклониться. Они второй раз тоже отказываются. И царь Нолхудоносор приказывает раскалить печь. Туда раскалить ее в несколько раз сильнее, чем обычно. И в эту печь бросаются трое отраков. Значит, они падают в эту печь, и один из отраков начинает молиться, а потом они уже втроем вместе поют прославляющие бога песни. Вот, давайте мы посмотрим, что написано в этом неканоническом дополнении. И сначала просто прочитаем, потом разберемся, когда они были написаны, кто написал, ну и как до нас это все дошло. Хорошо. Значит, сначала начинает молиться Азария. Значит, о чем он молится? Сначала он благословляет Господа. Причем благословение построено, ну, скажем так, как поздние еврейские молитвы. Благословен Господь Божий Отец наших. Прославляется его имя. Когда Библия прославляет чье-то имя, имеется в виду носитель этого имени. Не надо разделять человека или бога и его имя. Нет, если говорится о имени, это просто прославление самого носителя. Это делается так вот, ну, для того, чтобы возвеличить того, кого прославляют. Далее Азария говорит о том, что он, бог, абсолютно праведен. Все, что он делает, хорошо. Все, что он створит, все истина. И далее он говорит о тех грехах, которые совершили евреи. И о том, что бог имел на это полное право. Потому что евреи согрешили, они совершали беззаконие. Обратите внимание, что Азария, когда говорит о грехах Израиля, говорит, не они совершили. То есть, вот те, которые наши предки или кто-то, кто-то еще, чужие люди, мы согрешили. То есть, грешили. Как же Азария и его друзья могли грешить? И почему мы? Священное Писание в самых ранних книгах подчеркивает следующее, что евреи несут ответственность друг за друга. Если один человек грешит, а второй его не останавливает, то бог наказывает обоих. Одного за грех, другого за то, что он не остановил этот грех. И поэтому, когда Азария говорит о том, что мы согрешили, то он имеет в виду и себя. Потому что он считает, что тоже согрешил против бога. И поэтому бог наказал евреев за грехи тем, что они впали в руки беззаконников. Ну и понятно, что имеется в виду, что они были уведены в плен. Чуть-чуть попозже он скажет о том, что у них страшное наказание, то, что они лишены храма. Лишение храма – это лишение возможности приблизиться к богу в ритуале, в культе и донести ему свои молитвы. Поэтому это большое горе. Значит, но дальше Азария начинает говорить о том, что бог когда-то пообещал Аврааму, Исааку и Иакову, здесь он его называет Израилем, что их потомки сохранятся и будут подобны песку морскому. Вот. Евреи сейчас в плену, но они каются, они сокрушаются в своих грехах. Действительно, когда евреи оказались в плену, они изменились. Пророки, которые обличали еврейский народ до вавилонского плена, они все время подчеркивали, что евреи впадают в идолопоклонство. Те пророки, которые были уже после вавилонского плена, они никогда этого не говорят, что да, у евреев свои проблемы, свои грехи, но нет идолопоклонства. Поэтому все-таки плен их изменил. Они действительно там покаялись в своем идолопоклонстве. Вот сейчас евреи каются, и Азария высказывает идею, которая затем будет развита, и вообще она остается основной даже в современном иудаизме, что если нет возможности приносить всесожжение, нет возможности приносить жертвы, то достаточно молитвы, которая и заменит жертвоприношение. Вот Азария говорит о том, что вот мы сейчас приносим наше покаяние, приносим наши молитвы, мы посвящаем себя тебе, и ты избавь нас. Для чего? Для чего? Для того, чтобы постыдились враги Божьего народа, и чтобы они узнали, что ты Господь, Господь Бог, что ты имеешь власть над всей вселенной. Значит, на этом заканчивается молитва. Печь продолжает разжигать, но к юношам сходит ангел Господень, по которому сказано, что он будет подобен сыну человеческому. И эти отроки находятся в печи. Уважаемый Федорит Кирский говорит о том, что они находились как будто в прохладе и ходили по углям, как будто ходили по розам. Такое очень поэтическое сравнение. Когда Азария закончила молитву, то трое отроков, которые звали Ананья, Мессаил и Азария, начали петь. И здесь они благословляют Бога, и они его прославляют, и здесь уже нет покаяния. Это такой псалом молитва. Если первый псалом – это покаянно-просительный псалом, то здесь это благодарственный псалом. Бог достоин благословения. Ну, то есть прославление везде. Там очень интересно построение. Значит, Бог благословен на небесах, благословен на небесах небес, то есть где стоит престол Божий. Потом просто на небесах Бога должны воспевать ангелы. Потом вот эти небеса, которые земные. Ну, и вода, и перечисляются предметы или составляющие туарного мира, которые должны благословлять Господа. В данном случае Господь показывается как и Творец, и тот, кто держит этот мир. Бога прославляют части этого мира. Бога прославляют природные явления. Там, например, лед и мороз должны прославлять Господа. Затем Господа должны прославлять земля, все, что на этой земле, море, реки и так далее, должны прославлять все народы. И дальше приходят к тому, что Бога должен прославлять Израиль. Перечисляются, кто должен прославлять Господа. Его должны прославлять священники, праведники, ну и вообще все-все-все-все люди. И в том числе Анани Азария Мессаил. На этом заканчивается молитва. Все затем заканчивается, что эти отроки выходят из печи. Ну и дальше уже идет канонический текст. Кто написал? Кто написал? Когда написали? Вот вопрос. Значит, мог ли писать Даниил? В канонической части книги нету. Ставит вопрос, почему тогда пропало? И поэтому исследователи, толкователи обычно сходятся во мнении, что все-таки это писал не Даниил. Кто-то другой. Где? Когда? Вот здесь есть определенная сложность. Книга пророка Даниила в современной библеистики имеет две датировки написания. Первая датировка написания, что это VI век. Вторая датировка написания, что это век II. И, соответственно, если это не Даниил, то это позже Даниила. Соответственно, либо после VI века, либо после II века. Значит, а точнее, а точнее. Значит, вот обычно, чтобы определить датировку, обращается ко второй книге Маковеев, где упомянуты Даниил и упомянуты эти три отрока в печи. И вот на основании этой книги делается вывод, что она была написана где-то между III и II веком. Более точно сказать невозможно только такой промежуток. Значит, следующий вопрос. На каком языке было написано? Или, ну так, тоже интересно, как она до нас дошла? Значит, и вот до нас она дошла на греческом языке. Но, возможно, первоначально она все-таки была написана на еврейском языке, а затем это было переведено на греческий язык. Более того, есть мнение, что вообще существовало две текста, которые были объединены потом. Существовала отдельно молитва Азария и существовала молитва отдельно трех отраков. Почему? Если посмотреть на молитву Азария, то в молитве Азария там упоминается, что нет у евреев князя храма, всесожжения, ничего этого нет. То есть храм разрушен. Храм разрушен. Когда это было? Ну, это когда вот евреи были в плену или потом вернулись из плена. И какое-то время у них действительно не было храма. Более того, можно сказать, что храм еще и был осквернен во время Маковейского восстания. Компания, тоже можно говорить, что нет храма и нет князя. А если посмотреть на песни трех отраков, то там упомянуты священники. Ну и можем понять, что, скорее всего, уже храм есть. А это уже время, когда либо храм построен, либо храм Иудой Маковеем отвоеван, что произошло во II веке. Поэтому есть такое мнение, что молитва трех отраков была написана в разное время. Значит, теперь еще такая интересная вещь, что для нас православных, наверное, из всех неканонических ставок, это наиболее актуально или наиболее важное. Почему? Потому что, во-первых, седьмая и восьмая песнь богослужебного канона построена по образцу этих двух молитв. Более того, в Великом посту, когда читаются так называемые библейские песни, а молитва о Заре и песни трех отраков входят в эти библейские песни, они читаются полностью. Более того, эта молитва читается как премия, причем, так как она построена на антифоне, то частично она еще и поется. Мы с вами поговорили сегодня о неканонической вставке, которая находится в третьей главе книги пророка Даниила, которая называется «Молитва о Заре и песни трех отраков». Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok